Добрый день! Это видео продолжает рассказ о религиозно-мифологических представлениях Японии и эпохи Средневековья. Как я говорила в предыдущем видео, в VI веке в Японию попадает буддизм из Кореи, который оказал большое влияние на синтаизм. В XII веке в стране появляется чань-буддизм, пришедший из Китая. В Японии он получает название дзен-буддизм и становится очень популярным среди самураев. Я много рассказывала про буддизм в циклах про культуру Древней Индии и про культуру Средневекового Китая, потому здесь обращу ваше внимание только на двух, пожалуй, самых значимых японских буддистских персонажей. Будда Амида, известный в Индии как Будда Амитабха. Создатель западного рая Сукхавати, чистой земли, который обещал перерождение в своем раю каждому, кто будет призывать его имя. Возникшая в Китае школа чистой земли или Амидаизм пришла в Японию на ранних порах распространения буддизма. Однако ее самостоятельное становление пришлось на XII век, когда монах Хонен основал школу дзёдо-сю. В XIII веке из нее выделилась школа дзёдо-син-сю – истинная школа чистой земли. Она была рассчитана не на привилегированный класс, а на обычных людей, в частности на крестьян. Её главное утверждение состоит в том, что искренняя вера важнее сложных доктрин. Простое повторение мантры «Наму Амида Буцу» в почтении Будде Амиде обязательно приведёт к спасению. Это определило широкое распространение концепции среди разных слоёв населения. У Будды Амиды есть важная помощница – богиня-милосердия Канно. Её образ аналогинчен китайской Гуанинь и индийской Авалакитешвы. Богиня может менять свой облик. В связи с этим есть легенда. Как однажды японский князь попал в грозу и пережидал её под деревом. Было так темно, что он не заметил ворот, ведущих в храм, где мог бы попроситься на ночлег. Но в какой-то момент среди вспышек мужчина увидел кошку, которая махала ему лапой. Удивлённый князь подошёл ближе и наткнулся на храмовые ворота. В этот самый миг молния ударила в то место, где он только что прятался от непогоды. Дерево сгорело, князь пожертвовал денег к храму, а про кошку говорят, что это была сама богиня Канон. Вы наверняка видели статуэток кошки, машущих лапкой, приглашающих в дом удачу. Они называются Манеки Неко и связаны с этой историей. Блияние китайской и индийской традиции формирует в Японии фукудзин, группу из семи богов счастья. Бензай-тен, бисямон-тен, дайкоку-тен, фуку-року-дзю, хо-тэй, дзюродзин и эбису. Последний, единственный среди них, кто имеет местное происхождение. По одной из версий, им стал Хирука, ребенок-пиявка без костей рук и ног, которого произвели на свет Идзанаги и Идзанами, когда неверно совершили обряд бракосочетания. Помните, я рассказывала, что его сложили в корзинку в возрасте двух лет и отправили по течению? Он не отчаялся и смог отрастить себе руки, ноги и все части скелета. Не зря его зовут смеющимся богом. Эбису глух, потому в октябре, когда все боги собираются в великом храме Идзумо, он не слышит звуковокола и остается доступен для поклонения вплоть до 20-го числа. Этот день – праздник Эбису. Он покровитель рыбаков, бог богатства, изобилие в пище, в связи с чем его изображения помещают в рыбных ресторанах. Животными Эбису считаются киты и китовые акулы. Следующий представитель Фукудзин – Гайкоку, бог богатства и удачи, покровитель крестьян и торговцев, хранитель кухни и даритель пропитания. Еще он отвечает за плодородие, сексуальность и войну. Однако начиналось все не так безоблачно. Персонаж пришел из Индии. Носил имя Махакала, что значит «большой черный». Сначала это был эпитет бога-разрушителя Шивы, а потом так стали называть охранника и защитника учения Будды, устрашающего вида с темно-синей или черной кожей. Уже в Китае Махакалу воспринимали как покровителя кухни, а в Японии при переводе имени получилось «дайкокутен» или «дайкоку». В средневековый период его образ сближается с синтаистским каме окунинуси, о котором я рассказывала в предыдущем видео. Бога изображают с мешком, с молотком, мышами и крысами, с тюками риса, а также с фалосом или дайконом, выполняющим ту же роль. Еще один индийский бог из «семерки» – Бесямон или Тамонтен. Его прототип – индуистский покровитель богатства Кубера. Помните, в эпосе «Рамаяна» у него дворец на Шри-Ланке, откуда его изгоняет родственник и главный злодей повествования Равана. Бесямон тоже отвечает за богатство, причем не только помогает их хранить, но и приумножать. Он бог-воин, покровитель врачей, юристов и, конечно, военных. Четвертый в списке богов счастья будет Бензайтен – богиня воды и всего, что течет. Времени, слов, красноречия, музыки и всех искусств, а также мудрости и добродетели. И, конечно, денег, которые должны течь рекой, а не утекать между пальцев. Соответственно, и удачу она дарит в первую очередь на море. Ее образ пришел из Индии и корнями уходит к Сарасфате, супруге Брахма. Японская богиня не всегда бывает доброжелательной. В таких случаях ее изображают с восьмью руками, в каждой из которых она держит оружие, а голову обвивает белая змея – посланник богини. Бензайтен связывают не только со змеями, но также с драконами и кометами. Бог Фукуроку-Дзю пришел в Японию из китайского даосизма. Его имя говорит, что он отвечает за три сферы – Фуку – счастье, Року – благополучие на службе и Дзю – долголетие, а лучше – бессмертие. Фукуроку-Дзю – единственный из семи богов счастья, который может воскрешать умерших. Он живет во дворце, окруженном садом, в котором растет особая трава бессмертия. У него непропорционально длинная голова, которая является символом мудрости. Хотя некоторыми учеными она воспринимается как фаллический символ. Его животные, отвечающие за долголетие – журавль, черепаха и особенно черный олень. По легенде, только достигнув двух тысяч лет, шкура этого животного приобретает черный цвет. Если ему исполнилось лишь тысяча, он синий, полторы тысячи – белый. Фукуроку-Дзю не всегда был в списке семи богов счастья. Раньше его заменяла богиня Китти-Дзитен, отвечавшая за удачу, красоту и успех, образ которой происходит от индийской богини Лакшми. За что разжаловали Китти-Дзитен, я не знаю, но иногда ее все же включают в Фуку-Дзин. Бог Дзю Родзин отвечает за долголетие и достаток. Его прототип – китайский даосский бог долгой жизни Шаусин, который был отшельником, создал эликсир бессмертия и выпил его. По другой версии, в основе – образ реального человека ростом 1,82 см и очень длинной головой. У Дзю Родзина длинная борода, на которой по разным представлениям записано либо количество прожитых им лет, либо сроки жизни всех существ, либо добрые и злые дела людей. Рядом с ним изображают журавля, черепаху и оленя – символы долголетия. В связи с чем Дзю Родзина часто путают с Фуку-Року-Дзю, причем настолько, что считают, будто они живут в одном теле, но являются тем не менее разными богами. Дзю Родзин, между прочим, не отказывается выпить спиртного. Считается, что если вы предложите ему саке, то он обязательно облагодетельствует собутыльника, стукнет себя по голове и таким образом поделится частичкой мудрости. В тех случаях, когда в список семи богов счастья вместо Фуку-Року-Дзю включается богиня Китидзитен, связанная с Лакшми, Дзю Родзин меняет пол и символизирует индийскую богиню Парвати. А поскольку, как я уже говорила, богиня Бензайтен ассоциируется с Сарасвати, то вместе они образуют три деви – жен трех верховных индийских богов – Вишну, Шивы и Брахма. Хатэй или Будай – бог общения, веселья, счастья, беззаботности, богатства, плодовитости и благополучия. Его прототипом послужил китайский монах Ци Ци, живший в IX-X веках, который уединению, приличествующему людям его положение, предпочитал пестроту многолюдных базаров. Там он предсказывал погоду, чем и зарабатывал на жизнь, а также просил подаяния, для чего у него с собой был мешок, который дал прозвище самому монаху. Хатэй странствовал по городам и везде, где появлялся, приносил людям радость. За это монаха зовут смеющимся Буддой. Кроме того, у него был огромный живот, который не могла скрыть никакая ряса, потому его часто называют толстым Буддой. На изображениях Хатэй держит слитки золота, монеты, посох, жемчужину, персик, веер, отгоняющий горе, мешок с богатством. Он окружен детьми или ведет в поводу дарственного коня. Японцы верят, что если потереть пузо у фигурки, изображающей Хатэя, триста раз и думать о своем желании, то оно обязательно сбудется. Только хотеть надо что-то хорошее. Буддай – единственный смертный из семерки. По легенде, после него осталась предсмертная записка, в которой он написал, что является Буддой Майтреей, Буддой будущего. Согласно верованиям, все семь богов счастья в первые три дня Нового года плывут по небу на корабле с сокровищами Токарабуне, направляясь в человеческие порты. Везут они с собой Токарамуно – сокровища. А именно Шляпу-невидимку Кокурегаса, Рулоны-парчи Оримоно, Неистащимый кошелек Канебукуро, Секретные ключи к сокровищам богов Каги, Свитки книг мудрости и жизни Макимоно, Волшебный молоток Кадзути, Счастливый плащ Кокуре-мино, Одеяние из перьев феи Хагорумо и мешок удачи Ноно-букуро. Японцы кладут изображение корабля под подушку в ночь на 2 января. Если приснится счастливый сон, значит, год будет удачным. А если не счастливый, нужно бросить изображение Токарабуне в реку. На этом давайте пока остановимся. В следующем видео я расскажу о различных мифологических существах, которыми наполнен мир японца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok